Люди считают, что они обладают свободой воли, свободой выбора. Свобода воли значит, что выбор был сделан без какой-либо причины. Если причина была, то это уже не свобода воли. Другими словами, если вы проголодались, если организм израсходовал много энергии, у вас появляются разные ощущения. Жажда, голод. И именно жажда заставляет вас захотеть стакан воды. Если бы в организме не было такого датчика, как чувство жажды, человек бы высох и умер. Если на вас села муха или овод, но вы этого не чувствуете, он будет жалить вас беспрерывно. Но так как у вас есть ощущение, что значит механизм ответной реакции, вы шлепнете муху. Похоже, что все в природе подчиняется ее законам. Также человек не видит глазами. Для этого нужен свет. А если кто-то скажет, но я там могу видеть, отведите его в темную кладовку и попросите видеть, и он не сможет, пока там нет света. Человек видит не глазами. Чтобы видеть, нужно сочетание сетчатки, мозга, глаз, света и множество других факторов. Все подчиняется силам природы. Если свет становится все ярче и ярче, вы начинаете щуриться. Если станет еще ярче, вы закроетесь рукой, чтобы защититься от света. Кто-нибудь скажет, я закрылся рукой, чтобы защититься от света. Но он закрылся бы, даже если бы не мог говорить. Не обязательно уметь говорить. Понимаете? Люди думают, что они вольны выбирать. Но есть примеры, доказывающие обратное. Я назову некоторые из них. Если вы выросли в племени, где люди внешне очень отличаются от нас, вам будет нравиться внешность людей этого племени. Поэтому я и говорю, что красоты, как понятие, не существует. Это результат влияния среды. Вы склонны отдавать предпочтение блондинкам или ржеволосым девушкам, что предопределяется фильмами, книгами и людьми в вашей жизни. Мы не всегда знаем, что именно вынуждает нас сделать определенный выбор. Например, если каждый раз, когда вы встречаете человека с желтыми точками на лице, он избивает вас, то когда вы в следующий раз увидите человека с желтыми точками, вы перейдете на другую сторону улицы. И можете сказать, я избежал человека с желтыми точками. Это не так. Это называется условный рефлекс. Вы обусловлены реагировать на желтые точки, хотя это и не значит, что все желтыми точками будут вас избивать. Вы проецируете. Причем некоторые проекции очень важны для выживания. Например, если вы съели определенную траву и у вас заболел живот, то в следующий раз увидев похожую траву, вы предупредите остальных не есть ее, потому что все ваши решения основываются на вашем прошлом жизненном опыте. Если вы трогали листья ядовитого плюща, позже у вас на руках появятся волдыри. Но вы можете и не знать, что это из-за плюща. Чтобы выяснить это, нужно вести записи того, что вы трогали, а затем смотреть на руку, не пошла ли та же реакция. Также и здесь сыпь на руках предопределяет ваше решение. Если вы познакомились с очень темпераментной рыжеволосой девушкой, и следующая рыжая девушка, которую вы встречаете, также очень темпераментна, вы, вероятно, посоветуете другу, держись подальше от рыжих, а не чересчур темпераментны. Но это не так. Это лишь ваша реакция на определенных рыжеволосых девушек. Если гомосексуалист прикоснется к вам, вы оттолкнете его руку и скажете, что это с ним? Геи обусловлены иначе, чем обычные люди. Они неплохие, никто неплохой. Вот поэтому общество и не верит в свободу воли. Оно говорит, не воруй. Если вы поймали мальчишку на воровстве, вы шлепнете его по рукам. Но только если вы поймали его. Так вы прививаете детям чувство морали, чувство поведения, шлепая их по рукам или держа собаку на поводке. Все собаки делают, что им хочется. Поэтому их и держат на поводке. Если собака пытается делать что-то свое, вы тянете ее за поводок. Поэтому ей всегда приходится подчиняться. Но если собаку отпустить, она опять будет сама по себе. Если не украшать собаку, она будет делать то, что ей самой хочется. То же происходит с людьми. Если парень скажет тому, что ниже ростом, принеси мне воды, а тот не пойдет. Парень ударит его. В другой раз просьба принести воды будет выполнена. Будь парень ниже ростом сильнее, он бросил бы более слабого в другой конец комнаты и ответил бы, «Я лучше себе воды принесу». Это результат обуславливания. Заявлять о свободе воли высокомерно со стороны человека. Будто он единственное существо в мире, которое не реагирует на определенные стимулы. Все решения – это производные ваших прошлых реакций.